Как же мне повезло, опять простудился перед своим днём рождения, как всегда. Ну да ладно, господа, это посёлок небольшой в Московской области под названием Большие Жеребцы, и давайте-ка в него прогуляемся, вот, в путешествиях на диване, как всегда. Вот здесь, вот как и в всяких мелких посёлках, торгуют песком, прям при въезде никто особо не храняет, только, уважаемая просьба, песок не воровать, короче, вот, и держать котов своих от него подальше. Как-то так, я думаю, никто тут особо не охраняет, короче, грузовички стоят, вот. Настолько маленькая тут территория, что всем как бы пофигу, да, что господа тут не воруют. Рядом находится детский оздоровительный лагерь Звёздный, который неожиданно работает, судя по знаку. Судя по знаку, он работает, это редкость. Обычно они все как бы заброшенные, вот, только несколько работают, да. И очередной храм преподобного Сергея Радонежского. Их таких 500 штук имени него, короче, в России 500 штук, да, короче, как и вот эта вся фигня, короче, да, плащаница самого Иисуса, вот, которая сохранилась через 2000 лет, короче, хранится, вот. В большом количестве их, на всю Россию их 20, и каждая из них оригинальная. Всё как всегда, всё как всегда, вот, господа, да, видите, вот. Вот столб стоит, а там лужи, короче, лужи, лужи, какое-то болото. Короче, продвигаемся вперёд. Не забываем, господа, не забываем, господа, это Московская область, Московская область. Несмотря на то, что это дорога без названия, дорога без названия, вот это, наверное, поле без названия, вот. Всё без названия, Московская область, короче, неназванная улица, вот. Притом никаких жеребцов я тут не вижу, вот. Я вот смотрю сюда, тут чего-то разваленное, вот тут какой-то сарай был. Так, а с другой стороны у нас чего? Тут ещё какой-то сарай был. Короче, было много сараев, чей-то был участок, заросший берёзами. Так, с этой стороны всё выкошено, значит, для кого-то всё-таки, для кого-то, вот. Может, какая-нибудь корова есть, вот. Хотя название посёлка намекает, что тут какие-то кони, кони, не видать, наверное, коней, не будет коней, короче, вот. Вот гараж там вижу, вот. И конь железный, конь железный, гараж вот здесь, двойной, элитный, на две машины, короче, гараж. Так, продвигаемся, продвигаемся, уже, короче, 10% от посёлка прошли. И всё как-то заросшее тут всё по краям. Хотя поле и косят, но тут вот всё заросшее по краям как-то грустное, вот. Вот, вот жилая территория, смотрите, да, вот там теплица. Обычный дом хороший, нормальный, не дачный, не маргинальный. Это уже хорошо, уже хорошо, но это Московская область, всё в лучшем виде должно было быть, вот. Но дома, конечно, кто живёт здесь, они их поддерживают в хорошем состоянии, конечно. Московская область, что вы хотите? Земля бешеных денег стоит, вот. Всё бешеных денег стоит. У некоторых, наверное, машины дороже, чем дома. А, но без машины здесь никуда, потому что сюда не доехать, не добраться. Автобус тут, наверное, не ходит никакой. Так, и вот туда вот не пошла угла карта, не пошла туда, в сами большие жеребцы. Ну, я знаю, тут дорогу вот в обход так идёт, а мы вернёмся потом туда, короче. Просто закрыто. А, что-то в сторону деревни Мухоморова закрыт. Заблокирован, в какую-то деревню въезд. Ладно, ладно, значит, надо в объезд, в объезд ехать. Так, смотрите, какие контейнера классные, блин. И кто-то выкидывает, блин, такие прям, прям провода какие-то или трубы вообще прям не ценят, господа. Даже шкафы выкидывают, ломают, короче, советские шкафы. Мебеля, всё, лестницы эти шикарные, блин. А такой народ мечтает, они его выкидывают, блин. О, кресло тут, кресло, блин. В какой-нибудь Брянске такое кресло бы не выкинули, никогда сидели бы на нём. Ещё тысячу лет, блин, его, это самое, как её, перья... Короче, накладки вот эти себе перекрывали бы, короче, да. А бы обшивали бы их, короче, вот. Тряпками подталкивали, да, короче, сидели бы вечно на нём, да. Но тут всё-таки московская лестница, тут по-богатому. Не видно, конечно, что по-богатому, но по-богатому. Так, с этой стороны шоу у нас тут. Доска объявлений прямо на помойке. Это оригинально, это оригинально. Но все объявления о бурении колодцев. Вот, стандартные. Спички детям не игрушка. Будьте там аккуратны. Так, куплю что-то там, земельный участок, короче, да. И бурение колодцев. Но основное, это, конечно, бурение колодцев, чтобы заводу не платить, да и некому платить здесь заводу. Тут колонки-то нету, даже платный. Вот, похоже, все. На колодец всех разводят. Потому что колодец это топ, и его пробурить стоит 60 тысяч, почти тысяч долларов. Пробурить колодец несчастный, короче. Но без этого как-то грустно жить, на самом деле. Без колодца на участке, это не то, короче. Хотя своя вода, она будет плохая в этом колодце. Прям вообще только огурцы поливать. Но все равно она в любом случае нужна. Вот, и это того стоит, это того стоит. Так, сюда смотрим. То самое поле. Тут растут и дуванчики у нас. Дуванчики. Тут, конечно, что-то косит. Вот, но это чтобы не было борщевика. Хотя, судя по вот этому вот виду, я вижу, что там он прорастает. У него такие зеленые листья вот. Такие вот. Их прям сразу видать, они крупные. Это борщевик. Борщевик, видите вот. И вот эти вот, видите, вот такие вот. Вот тут вот непонятно, конечно, Google снимал, но это борщевичная вот эта фигня. Круто, несмотря ни на что, борщевик все-таки тут... Борщевик тут все-таки бывает. Это грустненько, грустненько, борщевик. Так, тут тупик, въезд куда-то в чьи-то частные, частные владения, в чьи-то. Притом, с одной стороны крутые, а с другой стороны опущенные. Вот. То есть, улица крутых опущенных, перепериул крутых опущенных. Можно так назвать. Смотрите, видите, там настолько все заброшено, что, короче, непонятно, есть там дом или нету, короче. Наверное, уже нет. Все заросло, всем типа пофиг данный, точный участок, видите, да? Ржавая калитка, никто ее давно не открывал. Может, какая-нибудь бабушка жила, померла. Вот тут стандартная, короче, хрень. А вот тут вот элитный вот, элитный дед косит здесь. Приводит участок свой в нормальный вид. Притом, смотрите, да? Косит, видите, как аккуратненько, да? Аккуратненько вокруг гаража своего. Вообще, конечно, молодец, подготовленный, смотрите, с этой... С этой... С косилкой состоящей, да, короче, в бензиновой, похоже. Не видно нифига. Можно просто граблями что-то там. Да не, вроде бензиновая косилка. Вот, и засняли так, короче, офигительно, что не видно ничего. Вот, так, 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 давайте дальше продвигаться. Не в ту сторону, похоже, видимо. А нам и некуда идти, короче. Вон, чувак, погнал, даже пыль летит, смотрите, как вообще, да? Погнал, топал, прям, прям поехал, вообще прям. А тут вообще крутые живут, смотрите, смотрите, крутые. Вот. Крутые. Не, продается. Крутые построить, сказали, не хотим здесь жить, все. Все, не хотим здесь жить. Вот, продается, короче, продают свои владения великолепные. Тоже чей-то участок, наверное, старой бабушки, который выкупали. Просто смотрите, как, как все тут сделано было, блин. Тут, наверное, что-то было такое. Даже не то, что какой-то участок старой бабушки. Судя по проводам, здесь какая-то, действительно, ферма была или что-то типа того. Возможно, тут и было связано с названием «Большие жеребцы». Может, какой-то тут совхоз местного колхоза был, короче, вот. С фермы какая-нибудь, короче. Вот. Потому что, видите, провода уходят в никуда просто. Смотрите, видите, что-то тут такое. Вот столб вот этот древний такой стоит. Подозрительный, подозрительный, необычный. Вот. Так что все может быть, все может быть. Давайте продвигаться туда. Ой. А куда это мы прошли? Куда это мы прошли? А мы прошли с съемкой панорамы. У нас идет вот у чуваков на велосипедах уже, да, то есть. То есть, они стали сдать грузскую машину. Взяли велики, поехали сами. Поехали сами снимать, не знаю. Получили они за это деньги. Если получили респект, а если просто так, то двойной респект. Так. Большой участок, там, кстати, вот этот вот дом. Вот. С этим забором, да. Большой участок, блин. Смотрите, видите, все как-то обрезано. Все как-то обрезано. Похоже, действительно, это территория какого-то советского предприятия была. Потому что, видите, тут что творится. Провода куда-то туда шли, все никуда уходят. Значит, что-то такое было. Что-то такое было здесь. Что-то такое было. Вот. Потому что такая большая территория, да. Тем более, с таким забором не может быть под частный-то коттедж, под частный-то дачу. Вот. Никогда такого не было, не бывало, короче. Действительно, что-то такое. Видите, забор какой. Забор с СССР Эдишн, короче. Вот. Дальше продвигаемся. Принц этих великов, короче, их так, какие-то самые, корячат, короче, да. Они не тормозят. Вот. И не особо ровно на земле стоят. Поэтому каждая панорама, она под своим наклоном идет. Вот. Вот. Смотри, что у него? Что у него? Что у него? Что он пьет? Зеленый адреналин. Эх, денег, денег не жалко, блин. Зеленый адреналин 97 рублей стоит. А толку от этого зеленого адреналина никакого, только вкус яблочный. Вот. Врусник. Рябина, смотрите, рябина. Рябина, господа. Что обозревать? Нечего обозревать. Обозреваем рябину. Так, и дальше что-то не идет у нас. Ну, давайте. Продвинемся вперед. Продвинемся, прокинемся. О, смотрите, какой прицепт. Прицеп. Вот. Это большие жеребцы. Большие жеребцы. Вот. Было бы это место какое-то более обжитое, взяли бы просто своровали уже давно. Потому что у нас задача только выставить что-нибудь такое. На завтрашний день уже не будет. Уже металлоломщики проедут, короче, утащат. Утащат, даже не спросим. Вот. И качели тоже оторвут. Оторвут. И даже вот эту покрышку, вот эти две покрышки выкопают, короче. И останется одна резина. И резину, короче, боком кинут, да и все. Вот. Но это большие жеребцы, поэтому тут... Тут все осталось, все осталось, короче. Все осталось. Смотрите, какой коттедж вообще. Во. Коттедж какой высокий, смысл, строится. Нелегально опять, наверное, блин. Признаки многоэтажной застройки. Это нехорошая считается, да, короче. Больше трех этажей, три этажа или больше. Если в частной территории признак многоквартирного дома, короче, зафигачивает. Короче, нельзя. Нельзя. Не надо тут выделяться так. Не знаю, что-то такое странное здесь. Странное что-то такое строится. Большие жеребцы. Вот. Вот как надо жить, типа, да. А в Советском Союзе тоже такое было. Такая же дурь. Сейчас нельзя больше трех этажей строить. Или три этажа уже с сомнением. Короче, два можно строить и чердак. Вот. А в Советском Союзе, короче, больше, чем один этаж, это уже излишество, да. Типа вы не по-коммунистически живете, значит. Не по-коммунистически живете. Вот. И поэтому, чтобы обойти вот это вот там, типа, один этаж, чтобы это обойти, ограничение. Не знаете, как делали, короче. Делали жилой чердак, вот. Поэтому все дома вот такие, один этаж в Советском Союзе построенный. Короче, один этаж в них и чердак там, комната на чердаке. Вот. А зарегистрировано как одноэтажное здание, соответственно. Вот и все, да. Пусть два этажа, это... Это даже у космонавта Юрия Гарина не было два этажа на даче. Так что, такое дело. Такое дело, господа. Да, конечно, поселок. Большие жеребцы, он очень какой-то обычный. Очень обычный. И даже рассказать про нем нечего. Ну, вот. Вот обычный забор. Вот обычный забор. Вот обычная какая-то баня там. Вот это не жилой дом, это какая-то баня обычная. Вот. На участке. Жилой дом вон там. Так. Обычные все. Все обычные. Обычная калитка. Вот. Обычный звонок на ней. Вот. Ручка очень обычная. Обычная ручка. Вот. Под забором, короче, обычная плитка. Вот. В саду обычные тоже дорожки из обычной, короче, плитки какой-то. Обычный самый. Далее очень обычный забор из очень обычного кирпича и очень обычная, короче, заброшенная территория напротив него. Все очень, господа, обычно. А далее очень необычная маргинальная дача какая-то, покосившаяся вся, смотрите, покосилась бедная, несчастная. Очень необычный советский гараж. Вот. Все как-то очень обычное. Вот к очень обычному дому. Очень обычная пристройка. Вот. Замененный чердак. Это необычно. Вот это необычно замененный чердак. Потому что обычно всем пофигу, да, какой-то чердак перестраивать. Это геморройная операция. Вот. Это не каждому дано. Не каждому дано. При этом перестраивать так, чтобы дом сохранить, чтобы дом не рухнул при этом. Это большая редкость. Большая редкость, господа. Так, смотрим сюда. Вот, смотрим сюда, смотрите. Какая будка там классная. Или это колодец. Не буду разгадывать. Ну, вот это обычная картина. Ванна, короче. Там ванны нет. Тепла нет. Воды нет. С крыш капает ванну. Короче, купайтесь так. Вот. Как-то так. Многие купаются. Короче, костер под ней прям разводят. Им нормально. Короче, нормально. Большие жеребцы. Мы напоминаем, где мы находимся. Большие жеребцы. Я вот что-то вообще разболелся, блин. Прям такое ухо, блин, заложил. Не знаю, с какой громкостью даже я говорю. Я прям не слышу кого-чего. Левые ухо заложил, короче, блин. Так. Смотрим сюда. О, магазин. Обычный магазин. Но при этом у него еще есть телефон рядом с ним. Насколько я не знаю, есть тут мобильная связь. До наверняка. Есть в Московской области все-таки. Но телефон на случай, если чего, бабка может позвонить, короче, у которой нет этого самого сотового телефона. Скорая помощь, короче, бесплатно все четыре первых номера, короче, 01020304 бесплатно отсюда, да, короче. И 112 бесплатно, короче. Можно в любой момент вызвонить кого-нибудь, вызвать, что это самое. Важно только добежать до этого телефона. Когда у тебя инфаркт будет, что добежать до этого телефона, это уже успех, короче. Вот. А то никто не приедет, никто не узнает, короче. Найдут это потом, короче, через неделю. Вот. Обычный магазин. Так. Что наши велосипедисты в нем купили? Да нет, допивают все тот же адреналин зеленый. Ничего не купили. Блин. Ну и ладно. Бывает такое. Но они на него хотя бы посмотрели. Наверное, им цены не понравились в этом магазине, поскольку эти магазины так и не наживаются. Вот, смотрите, классный гараж такой. Современный дом, классный гараж. Все в лучшем виде, господа, в лучшем виде. Вот, в лучшем виде. Да. Так. Так. Ну, тут нормальная вообще улица, нормальная. Вот тут вот, смотрю, вот эта вот. Вот эта вот часть центральной больших жеребцов, нормально прям вообще, прикольненько. Тут магазин пятерочка недалеко. Ну, а та улица, она вообще не отснята практически. Практически на ней нечего смотреть. Так. Так. Ну, ну. Ладно, короче. Переходим сюда. В угол этих больших жеребцов. И заканчиваем обзор, просто потому, что мы в них все, все просмотрели практически. Уже у меня настроения нет. Вот, крапива, смотрите, какая. Вот. Я ее раньше все не любил, выкашивал всегда на даче, да, типа. Сайт с корицы. А сейчас думаю, что это, наоборот, лучшая травинка. Крапива. Лучшая травинка, короче. Хоть высаживаю ее искусственно. Вот. Потому что красота. Красота крапива. Она только одну пользу приносит, короче. Вот. Вот. И от хейтеров помогает. Вот. От хейтеров помогает. Если ей по заднице лупить, короче, крапивы от хейтеров помогает, короче. Вот. Много кислорода производит. Вообще приятно пахнет, да. Вот. Только надо не шорт к ней подходить, короче. Крапива перелазить. А джинсы одеваете. И тогда крапива вам не страшна нифига. Во. А так крапива, это офигеть, короче. Да. Если в нее не залезть голыми ногами. Голыми ногами залезть, конечно, грустненько. Итак. В этом. В этих больших жеребцах есть офигительная кафешка с магазином. Притом современная. Смотрите. Все крутое. Лайк с парковкой. Все вообще классно. Все вообще классно. На этом, господа, тушите свет. Нечего тут больше смотреть. Хотя давайте посмотрим еще пару панорам. Вот здесь около пятерочки. Посмотрим, что здесь. С этой стороны кафе глянем. Так. Ну, тут просто поле, смотрите. Поле с этой стороны. Опять одни одуванчики растут. Да, сотовая связь есть. Вон, сколько вышек в соседней деревне, короче. Сотовая связь есть. Офигительная. Притом. Все операторы. Все четыре оператора тут работают. Так что интернет, наверное, вообще классный. Просто быстрее, чем у нас где-то. Потому что меньше абонентов, значит, больше интернета будет. Тут, наверное, гигабит по 4G, короче. Тут гигабит прям получают. Не у нас, как до 50 мегабит. Вот. А вечером так 20. А прям получают, если много платят, короче, бездемит. Уюта покупают или какого-нибудь оператора. Получают, наверное, вообще, короче, под гигабит. Короче, мегабит 300 прям. Вот. Это я знаю. У меня тоже на даче, блин. Такие скорости. Я даже во времена 2G, короче, получал скорости больше одного. Больше одного мегабайта тогда. Мегабайта. Еще не мегабита, короче. Или все наоборот? Нет, наоборот все, короче. Около одного мегабита. Даже больше одного мегабита в 2G, короче. Это большая редкость. Это практически вся полоса доступна. И сейчас там в 4G тоже вся полоса доступна. Офигеть, короче. Так, переход классный. Переход около пятерочки. Здесь остановка какая-то. Без остановки. Но видно, судя по всему, что тут останавливается автобус. Вот здесь вот. Потому что народ ждет, значит тут остановка такая. То есть, какой-то транспорт приходит сюда. Так, тут санаторий «Березка». Березка. Из ПК не знаю, что такое расшифровывается. Ну, садовый центр, значит что-то такое. Садоводный производственный кооператив. Да, вот сюда. Садоводческий производственный кооператив. Там садовый центр, соответственно. Рыбалка платная. Это грустно. Это грустненько, да? Санаторий «Березка». Лайк. Так, где-то здесь пятерочка находится. Вон она. Пятерочка это везде. То есть, они даже какой-то ангар себе построили под магазин, типа, представляете? Да, смотрите. Смотрите, там что-то делают, блин. Тут производственная какая-то часть, смотрите, там есть в этой пятерочке. Не все пятерочка. Пятерочка только часть. А часть какая-то производства для пятерки. Наверное, хлебопекарная какая-то. Какая-то часть, смотрите, да? Вообще, хорошо. Хорошо. Переход. Переход. Вот что, светофора нет, это грустно. Но есть вот эта вот фигня, которая желтым моргает. Я не знаю, какой в ней смысл, поскольку ничего она не регулирует, да? То есть, ток светится, мигает ночью, типа. Сбавьте скорость. Вот. И фонарь светится очень ярко. Ну, и камера, конечно, регистрирует, кто нарушает правила. Короче, а, это не камера, блин, это светодиодная панель. Но я почему-то уверен, что там и камера где-то есть. Вот, потому что светодиодная вот эта фигня. Вот. Значит, где-то и камера есть. Где-то здесь и камера должна быть. Просто на другом столбе висит, вот. Это там подсвечивает, а тут где-то камера, наверняка. Наверняка она где-то здесь. Ладно, не будем гадать про камеру, короче, вот. Дальше продвинемся. Так, магазин, это хорошо. А вот, смотрите, тут как, как круто-то все застроено где-то. Куда я смотрю? А, соседний, короче, соседний участок, короче, с этим, с этими большими жеребцами. Офигительно, смотри, застроены. Вот это котельная, короче. А вот это вот новые дома, короче. Во, вообще класс. То как не подъезжать и откуда, вот непонятно, короче. Вот. У рыбалки, короче, будет дофига клиентов. Дома очень классные такие. Поэтому понятно, почему пятерочка. Вот они будут отсюда, типа, выходить, да, и к пятерочку идти. Все понятно. Там и там тоже магазинов настроят. В этих домах уже наверняка. Вот, смотрите, видите, как все классно. Вообще, блин. Притом они, блин, смотрите, с лифтами. Это четырехэтажки, короче, вот элитные, блин, с лифтами все. Смотрите, это вот это не подъезды, это наверняка лифты там есть, блин. Вообще прям, вообще суд. Могли бы наверняка не это самое, не извращаться, лифты не делать. Но там для инвалидов надо же все-таки сделать, блин. Вот. Потому что и так бы прошло, блин. И так, может, четыре этажа зафигачивать или пять. А вот то, что они не построили высотные дома, это, наверное, потому что все-таки запретили, блин. Вот. А иногда хотели парочку построить высоток, но пришлось делить, блин. Пришлось делить по правилам, потому что не положено, блин. Ограничивают всякое чиновничье, берет, короче, ограничивает нормы какие-то, вводит, да, свои. Ограничивает этажность застройки. Такое в московской области принято. Но все равно, видите, народ выкручивается, короче, строители выкручиваются. Все равно. Все равно у них, выгода у них идет все равно. Потому что они, видите, не один дом построят, но несколько. И намного ближе друг к другу, и нормально, типа, нормальный. Даже лучше, короче. А инструктор инфраструктурнее, внешне, выглядит как хуже, блин. Чем было бы, было бы три дома высотных, короче, девятиэтажных. Или бы было две шнадцатиэтажки, вот. Две шнадцатиэтажки и большая территория было бы намного лучше, чем вот это вот. Вот это вот, я не знаю, как это назвать. Это как-то вот страшный квартал какой-то, блин. А было бы две шнадцатиэтажки, например, вот здесь вот. И вот там вот, короче. И свободные территории. Это было бы лучше намного. Тут парковка была бы. А так нифига не будет, короче. Все будет за машинами заставлено. Что-то не продумано, что-то не продумано. И при том, я уверен, там нет никакой подземной парковки. И быть не может. Грустненько. Что-то не очень. Напротив, обычная остановка, маленькая, старая. Грустная. Что-то даже замазанная. Замазанная почему-то. Ну-ка посмотрим на нее. Вот. Старая остановка. Ну, вот. Вообще древняя, короче, из девяностых. Вот такая вот экономненькая, вообще. Не знаю. Туда, наверное, самая скрюченная бабка. Только зайти может и то, чтобы головой своей не стукнуться. А вот эта. Она должна будет пригибаться, да. Еще согнуться. Еще бабка яга, короче, и та согнется. Вот. Ну, а к ней точка остановка, это идет прекрасная, смотрите, дорожка такая асфальтовая. За это лайк. За это лайк. Это тоже не в каждом поселке. Так. Переход. Еще одна остановка. Все хорошо. Но они в неудобном месте располагаются, эти остановки. Поэтому, господа элитные, они ждут автобусов. Короче, там, короче, их тормозят. Около магазин пятерочка. Вот. Им так легче. Так. По дорогам все хорошо. По энергоснабжению все тоже хорошо, как мы видим. Вот. Все нормально. Вот. Как отсюда выезжать, кроме как на машине или на каком-то подозрительном автобусе, я не знаю. Вот. Но я уверен, к вот этим вот домам проведут отдельный маршрут. Отдельный маршрут. Коммуникации уже делают. Видите, все. Все уже, наверное, зафигачили. Все уже сделали. Вот. Вообще. Тут будет... До метро, даже автобус, хоть до Москвы. Потому что это Московская область. Вот отсюда, от этих домов. Но выглядят они, конечно, мрачноватые, я вам скажу. Вот эти дома. Единственный недостаток. Хотя это не относится к поселку Большие Жеребцы. Потому что он находит с этой стороны. Вот с этой вот деревья. Это Большие Жеребцы. А там нифига не Большие Жеребцы. Но все равно кто-то. Вот. В обсуждение попало. Так попало, короче. Вот эти дома. Лучше бы две 16-этажки разрешили построить. Было бы намного лучше, чем вот это вот извращение с лифтами в четырехэтажках. Ни о чем все. Короче, вот. Все как-то близко к друг другу. Лучше бы две... Две, господа. 16-этажки. А на том все. Тушите свет. Короче, выключаюсь. А то говорить тут... Вот, короче. С больным горлом это не очень. Вот. Тушите свет. Субтитры сделал DimaTorzok